Здравствуйте! Сегодня у нас на столе несколько наушников от QCI, и если быть точнее, то T1, T1 Pro, T3, T5, T6 и T9S. Объединяет их многое. Во-первых, это приблизительно одинаковая цена, во-вторых, это очень схожие характеристики, так как все наушники работают на Bluetooth версии 5.0 и поддерживают кодеки SBC и AAC, при этом время автономной работы также приблизительно одинаковое, то есть 4-5 часов без кейса. И как по таким субъективным впечатлениям, излучатели используются динамики одни и те же. Но все-таки немножко различается само звучание, так как разная посадка, разные сами корпуса и тоже все это сказывается. И вот я бы хотел рассказать о том, какие из этих моделей стоит рассматривать в первую очередь, а какие не стоит рассматривать, вообще стоит ли их рассматривать. И начнем сразу же с модели T1. И как мне кажется, это все-таки одна из таких самых оптимальных и самых адекватных моделей. То есть на первый взгляд кажется, что кейс не имеет крышки, это все будет ненадежно, но как показывает практика, наушники не выпадают и при необходимости достаются достаточно легко. Поэтому мои какие-то первоначальные сомнения в этом плане исчезли и все, к самому кейсу отношусь нормально. По своему удобству все сделали просто хорошо, потому что по размеру наушники оптимальные, они не маленькие и небольшие, при этом звуковод достаточно хорошо выценутые и амбушюры адекватные. В итоге мы имеем то, что наушники легко вставляются в ухо, они сразу же создают такой вакуум и их удобно вставлять что-то с ними делать, потому что используется не один огромный сенсор, а физическая кнопка. То есть не будет такого, что вы вставляете наушники и он уже начинает воспроизводить музыку, менять громкость, треки, переключатели и все остальное. Этих проблем нет. И по характеру звучания они как раз таки являются одними из таких самых оптимальных, самых адекватных. Потому что, скажу сразу же, мы не будем здесь говорить о таких вещах в случае с данными наушниками, как разрешение, как разделение инструментов, как глубина сцены и все остальное. Потому что понятно, что это бюджетные наушники на уровне приблизительно Redmi AirDots, хотя некоторые модели звучат даже поинтереснее, чем Redmi. И в случае с T1 получилось такое наиболее сбалансированное решение, так как понятно, что все равно надбавочное здесь есть. Здесь немножко приукрасили низкие частоты, приукрасили высокие частоты, середину тоже приукрасили, но все получилось делать аккуратно. Не возникает такого ощущения во время прослушивания, что вот на чем-то здесь прям вот сакцентировались и какие-то частоты сразу же вот пытаются врезаться в мозг или еще что-то в этом роде. Нет, все звучит в общем-то нормально. Если говорить про детальность, как бы, ну, опять-таки я повторюсь, это бюджетные наушники. И по сравнению с теми же Redmi AirDots, они даже возможно будут немного лучше, либо же как минимум не хуже, чем они. Поэтому по звуку, в общем-то, неплохо. И да, все-таки сделали хороший бас, мне понравилось. Он не слишком медлительный, он не гудит, и когда он прям должен мощно бухать, он будет мощно бухать. Все, с этим никаких проблем нет. И в общем-то, если вдруг захочется послушать тяж, то его тоже послушать можно. Потому что какой-то вот такой грязи на высоких частотах все равно не возникает. Понятно, что инструменты немного сливаются, но это не раздражает и не давит на слух. Следующая модель, T1 Pro, она вроде как немножечко лучше звучит, чем T1, но несколько нюансов все-таки присутствует. Во-первых, сам кейс. Он очень похож на подделку на китайский какой-то Powerbank от Xiaomi, но это очень странно выглядит. Да, вроде как достаются наушники красиво, достаются они удобно. Да, действительно, с этим нет никаких вопросов. Но все-таки в 2020 году это смотрится очень странно даже для бюджетного сегмента. Так вот, по своему дизайну наушники я бы даже сказал, что красивые. Потому что постарались, сделали все как-то интересно. Сам глянцевый пластик смотрится вменяемо. Решеточка смотрится красиво. Все индикаторы сделаны красиво. По посадке уже некоторые нюансы все-таки присутствуют. Потому что есть специальный заушный фиксатор, который здесь не нужен. Вот вообще не нужен. Потому что когда вставляешь в ухо, приходится его вставлять глубже, чем хотелось бы. И это влияет на саму посадку. Но, к счастью, можно его просто снять и все, никаких проблем нет. Вы просто вставляете наушник в ухо и он сидит хорошо. По звуку приблизительно то же самое, что и Т1. Единственное, что по моему такому субъективному впечатлению, максимальная громкость немножечко выше. То есть, ну, немного выше. Это можно услышать только, когда переставляешь от одних наушников сразу же к другим. И, возможно, опять-таки здесь какие-то нюансы посадки. Поэтому особого серьезного различия здесь нет. Следующая модель это Т3. Кейс, в принципе, он нормальный, да, он ощущается бюджетным. Но, по крайней мере, он не воняет. Здесь нет никаких непонятных стыков. Но чего-то премиального или около такого премиального, ну, естественно, не будет. По самим наушникам. На первый взгляд кажется, что вот система, которую они придумали, она крайне неудобная. И наушники 100% не будут сидеть в ушах. Как ни странно, все равно... Это вот как что-то общее такое между внутриканальными наушниками и вкладышами. То есть вы их вставляете, здесь нет полноценной какой-то звукоизоляции. Но и одновременно с тем они хорошо сидят. То есть наушники не выпадают, они не пытаются как-то слететь. И то, что меня немного удивило, если снять вот эту большую амбушюрину, то мы увидим самый обычный разъем. Самый обычный звуковод, на который можно будет надеть уже те амбушюры, которые вам понадобятся, которые будут более похожи на какие-то классические и будут создавать нормальную звукоизоляцию. И как ни странно, даже с родными амбушюрами, ну, казалось бы, естественно, не будет нормальной звукоизоляции, соответственно, будет проблема с низкими частотами. Как ни странно, проблемы с басом нет. Его здесь количественно достаточно, и при этом я бы не сказал, что он звучит как-то совсем уж дешево или как-то совсем неприятно. Нет, в принципе, наушники можно слушать, и некоторые жанры, в них звучат, я бы даже сказал, хорошо. Но амбушюры надеваются сложно, потому что все время, пока говорю, пытаюсь их надеть. В итоге, стоит ли как-то их рассматривать, именно их, ну, не знаю, если вы хотите именно как около вкладыша, то, ну, да, наверное, наверное, можно. Но такого восторга, как Т1, они не произвели. И переходим уже к следующей модели, это Т5, наушники, которые сделали, ну, такой небольшой закос под Huawei FreeBuds первого поколения. Но закос, к сожалению, не по материалам, все равно оно ощущается, что, ну, дешевле как-то, бюджетнее. Ну, и понятно, они стоят меньше 30 долларов, они не могут быть такими же по своим материалам. И сразу же по посадке. В моем случае, когда есть такая недоборода и либо же просто здоровающая цена, когда я опускаю, либо же поднимаю голову, я слышу этот звук, как трется сама палка, как корпус наушников трется об щетину. И, соответственно, создается как такой микрофонный эффект, что не особо приятно. По посадке в целом, хотелось бы, чтобы они заходили немножечко поглубже, потому что все равно как-то интуитивно пытаешься их прижать, пытаешься вставить дальше. Но, если поменять стандартные амбушюры на более большие, то будет, в принципе, нормально, без проблем. Если бы здесь был бы звуковод немного подлиннее, все, вопросов бы не было. Это были бы все равно классные наушники, с учетом того, что они относятся к такому прям чуть ли не ультрабюджетному сегменту. Если вы не любитель ставить прям глубоко в ухо сам наушник, и вам нужна именно такая форма, а не обычные ТВСки, тоже, в принципе, можно рассмотреть. Хотя, в целом, по звучанию Т1 на меня, естественно, произвели больше, лучшее впечатление за счет того, что полноценная нормальная посадка, она решает. Потому что сразу же контроль высоких частот становится лучше, потому что меньше каких-то неприятных звуков, именно звуков именно на высоких частотах. Ну и, соответственно, на середине тоже звучит лучше, как-то более телесно, более правильно. В общем-то, более натурально. Вот. И переходим к самым странным наушникам Т6. Вот. Я не знаю, почему их вообще запустили в линейку. То есть, вот, ну, чем они должны зацепиться, что в них должно быть такого сверх крутого. Я не знаю, честно. Главная их проблема заключается в том, что намудрили самим дизайном. То есть, во-первых, вставить наушники проблематично и сделать полноценную посадку это прям беда. У меня не получилось их в итоге вставить как-то нормально, чтобы получилась нормальная звукоизоляция и слушать их вот нужно было как-то вот-вот-вот так. Для того, чтобы хотя бы приблизительно понять, как они будут звучать, если всё-таки они сядут в ухо. Поэтому это очень непонятно. Ну и по звуку, естественно, они будут немного хуже, в моём случае, нежели T1. Поэтому, к сожалению. И вставить их обратно в кейс, это тоже задача. Потому что со временем, в принципе, я понял, как это делается. Но когда вы просто держите наушник в руках и вы пытаетесь понять, в какую сторону его как вставить, то есть, как это всё работает, это проблематично. И со временем, естественно, привыкаешь, но поначалу это всё-таки проблема. Вставить их нормально в кейс. Ну и он огромный по своим размерам, если сравнить просто те же T1 и вот T6. Разница, она ощущается и очень хорошо ощущается. То есть, где-то в кармане джинса носить такой кейс, ну не знаю, очень-очень спорно. И последняя модель, которая вроде как должна быть прям такой флагманской, ну казалось бы, там T1, T3, T5, а тут T9. И причём не просто T9, а T9S. То есть, это уже о чём-то говорит, понимаете? Нет, это ни о чём не говорит. Даже создаётся такое впечатление, что излучатели используются другие, то есть, динамики. Потому что многих это почему-то раздражает, когда говорят вместо излучателей динамики. Хотя это нормально. Потому что по сравнению с T1, либо же T1 Pro, либо же T3, у них больше ощущается как такая V-образная АЧХ, то есть, больше высоких частот, больше низких частот. И в общем, по громкости тоже создаётся такое чувство, что она чуть-чуть выше. Ну и опять-таки, это можно свести к тому, что в моём случае, они прям очень плотно сели в ухо. И именно из-за этого происходит такой эффект. Я на 100% сказать об этом не могу. Но в итоге, да, вроде как бас лучше. Вроде как высокие частоты лучше. Но за счёт того, что звучание в тех же T1, либо же T1 Pro более сбалансировано, то есть, оно ощущается как-то правильным и не вызывает какого-то вот негативного чувства на каких-то частотах, либо же на каких-то треках. Остаётся непонятным, почему они в итоге T9, и чем они должны быть настолько круты. Ну и по дизайну кейс выполнен из тех же материалов, что и все остальные практически представленных. То есть, T3, T5, T6, T9 кейс. Такое чувство, что материалы одни и те же, просто вот в разные формы всё это выливалось. И по комфортности, по посадке, да, без проблем. Это маленькие компактные уши с хорошим звуководом и с более-менее адекватными амбушюрами. Всё, никаких проблем в этом плане нет. И подводя какие-то итоги по самой компании, нет, ну не по компании, по наушникам, из представленной здесь, многие модели остаются непонятны. Почему? Зачем их выпускали? Какое у них было изначальное предназначение? Но всё-таки, T1, T1 Pro, это адекватные варианты, интересные варианты и советовать можно. Но единственное, что T1 Pro, этот кейс, возможно, для меня это просто уже как какой-то пунктик, потому что я видел много красивых кейсов, много крутых кейсов, и это уже вызывает смех. Для кого-то это, возможно, будет адекватным. Поэтому T1 всё равно можно считать такими хорошими наушниками. Если бы мне пришлось просто ходить с ними месяц и ни с какими больше другими наушниками вообще, ну не сказать, чтобы я прям сильно бы как-то страдал и выходил бы на улицу без наушников. Я бы пользовался ими без проблем. Сейчас такое чувство, что просто реклама каких-то это первых. Нет, они приблизительно на одном уровне с теми же Redmi AirDots. Если сравнивать с Halo, то, ну, естественно, они будут более интересны за счёт того, что управление кнопками и за счёт того, что со звуком поработали лучше и сделали всё-таки лёгкую приукрашенность. Но про Halo всё-таки ещё буду рассказывать, тоже в подобном формате и в очень скором времени. Поэтому я закругляюсь. Если у вас остались какие-то вопросы, то обязательно пишите их в комментариях. Если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, поддержите его лайком, потому что это действительно важно. Если заинтересовали данные модели, то ссылочки на них будут в описании. И вот теперь на этом точно всё. Вам большое спасибо за просмотр. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok